7 годин, 45 хвилин ранится. До открытия выборчика участка застаётся 15 хвилин. Усе члены комиссии подоходят до скрини для голосования. Ее опечатывание – обоязковая процедура, якая в этой хвилине отбывается на всех 1022 участках, которые створены в Гомской области. Максим Кирьянов на 19-й участок приходит к рыху ранней и поспевает, ознайомится с выставой технической творчества наученцев системы профессиональной технической эдукации. Для Максима это тем больше интересно, что он и сам занимается вынаходницем на Гомщине. Максим вядомый, как распроцовщик Пальчатки для инсультников. До речи, гэта выбора для его первая. Кажет, что с программами кандидатов ознайомимся подребязно и отдал перевагу тем, кто саправдым уже унести реальный уклад у развития региона. Крыху поздней Максим Кирьянов поделился с журналистами опошними новинами по укоронению своей распроцовки. На данный момент проект Пальчатки необходимо доработать сам корпус и прототип устройства. Был выигран грант Государственного комитета по науке и технологиям. Порядка 13 тысяч 200 рублей. Только появятся эти деньги, будет приобретен 3D принтер, будут приобретены компоненты для выпуска и уже будут изготавливаться сами прототипы основные. Еще один участок открытый в Гомельском державном колледже мастерства у меня Соколовского. Тут выборщикам пропонуется целый комплекс послуг. От дегустации продукции перепроцовщих предприемств в области до непосредных гандлю за минимальными наценками, причем побачь за традиционными товарами, блины на любой густ, 18 лютого ГТШ и маслинца и обовязковая для установок культуры концертная программа. Квартет номер 156 Йозефа Гайда не только для аматоров музыки, але и уголи усих выборщиков. Сочиня Гомельского карлоконкама Петр Кереченко на этом участку голосуя постоянно, кажа для его, видимо, важна, как городский совет был профессийной идеей сдольной, тады будут вырешаться, саправды, самые актуальные задачи. Спокойно, планомерно, системно решать вопросы развития и жизнедеятельности нашего города. Поэтому хотелось бы, чтобы и новый состав депутатский, вот, такую преемственность сохранил, чтобы такие же отношения, конструктивные, деловые отношения, они выстраивались и в дальнейшем. Участок для голосования номер 22 по Аспартаковской выборчай окрузе, размещенный у историчным и вельми прихожим будинку одним из корпусов Гомельского державного университета. Это имя Франциска Скарыны. Местовые выборчики за счеты вызначались своей активностью, и в этой выборе у Совета выключением не заявляются. У 10 годин ранницы на участок приезжает старшиня Абровоконкаму Владимир Дворник. Кажет, что свядомо при мое удел у голосования минавито у основный день выборов. Можно оценить не только организацию выборчей кампании, а и настрой людей. Что отличается у властных выборов, то тут один принцип. Отдавая свой голос, конечно, мне хочется, чтобы у власти были профессионалы. Те люди, которые сегодня понимают, что такое экономика, понимают, что такое социальная сфера. Те люди, которые прошли определенный путь и те люди, которые могут принимать здравое решение. Поэтому для меня важно, чтобы это были достойные люди. Творить умовы для того, как удел у выборов приняли у сежек Рыгуминской области. Для членов участковых комиссий это была главная задача. Уже у час удокладнения список выборчиков, якое проводилось у другой половины студии, начали приниматься заявы по организации голосования по месту жихарства. Принимались такие звороты и сегодня, а прича того непосредственно на самих участках. Для людей с обмежеванными физическими махтемостями предупредили специальное присутствование. На всех выборчих участках есть такое специальное повеличенное шкло для людей с обмежеванным взроком. А прича того, для этой же категории предупредили трафареты, в которые укладаются бюллетени и на обмежах можно вызначить, где поставить отзнаку. А прича того, на шмат таких участках организована работа волонтерских отрадов, члены которых оказывают допомогу усим, кто имеет в этом потребу. Выборы у местовой советы депутатов на Гомичине находятся под постоянным контролем наглядальников, по первую очередь у внутренних, от политических партий, громадских организаций и прославных коллективов. Навод, коли некто на пыльный час по разных причинах покидая участок, весь процесс усе ровно застаётся под постоянным контролем. Присутствуют наблюдатели и от Союза молодёжи, и от Белой Руси, и от Совета ветеранов. Присутствуют наблюдатели от, если сад, например, да, если брать трудовые коллективы, то от то же самое государственное учреждение образования США номер 72, профсоюзы работников науки и образования. Ну, в общем, если взять в среднем, то где-то, наверное, порядка 9-12 наблюдателей на каждом участке присутствует.